Просто прошел рядом Ну разве это не красота? Нам международные конфликты не нужны Сразу три или четыре бамбуковых дерева сломались под ним, но он упал вниз Их осталось очень мало, не более тысячи Здесь семья из десяти горилл Во время брифа нам сказали, что нельзя приближаться к гориллам очень близко И стараться всячески избегать физического контакта с ними Они сидят очень тихо Если бы не гиды, то мы прошли бы в трех метрах от них и не заметили бы Только изредка слышен хруст, как ломается бамбук, который они едят Вообще гориллы оказались очень коммуникабельными и любопытными Они все время пытались к нам подойти И мы сами отходили от них А еще гориллы очень умные В Стэнфордском университете ведется проект КОКО В ходе которого самку гориллы удалось научить многим словам языка глухонемых Горилла КОКО оказалась способна довольно адекватно общаться с человеком Наговорила много интересных вещей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... 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 Иногда они останавливаются в парке и прислушиваются, и что происходит там, слушают. И дальше потом уже мы идем. Гориллы стоили 200 долларов с человека. Это очень дешево. В Уганде это стоит 450 долларов сейчас. А в Руанде это стоит то ли 1200, то ли 1600 долларов. Нам повезло, потому что сейчас low season, и только 2 месяца в году, с 15 октября по 15 декабря, сегодня 4 ноября, low season, цены пополам. То есть мы сходили на Горилла за 200 долларов. Это просто нереальная цена. Я вам однозначно говорю, это стоит того. И Конго, опасная страна, но очень красивая, очень интересная. У нее огромный потенциал туристический. Прям вот, пух. Пока что это best of the best в Африке, из того, что мы проехали. Ну, я имею в виду в плане экскурсий. То есть если сравнивать в целом страну, то возможно нет. Но в плане экскурсий, блин, это просто такие крутые, реально. Ну, вы видели сами, метр от Гориллы, полметра от Гориллы. Прям возле вас ходят Гориллы. Реально дикие Гориллы. Вот. Вот такой вот Конго. Демократическая республика Конго. Ну что, вот здесь закончилось наше путешествие к Гориллам. Вышли в лагерь. Вы довольны? Да. Супер. Гориллы стоят 200 баксов? Стоят. Они больше стоят. Супер. Правда, мы все мокрые. Вот, смотрите. Все. И носки такие же. Это и все. И куртка такая же. Прям все насквозь. Сейчас буду менять все. Кроме трусов. Не получилось перейти границу Уганды и Конго сегодня. Вот наш сопровождающий. С оружием. Вот Инно Сент нас проводил. Заселил в отель и сейчас уезжает. А мы отблагодарили его и пойду сейчас покушаю. Вот. Ну и ложимся спать. Вот наш отельчик. В общем, границу не перешли. Приехали в 6.30. Она уже закрыта. На улице Темень кромешная. Работают только где-то здесь дизель-генераторы. Слышно как. Ничего не видно. Смотрю под ноги, чтобы не встать в лужу. Пойду поем конголецкой кухни. Городок называется Бунагама. Кому интересно, посмотрите по карте, где он находится. На границе Уганды. Бунагана. Демократическая республика Конго. Вот так вот, значит, выглядит он. Видите, да, ничего не видно. Вот один маленький фонарик есть. И все. Так, вот здесь ресторан, где я заказал уже касава-бред и рыбу. Сейчас сядем пойдем покушать. Такая заяния. Колоритная. Дверь закрыта. Ну, сейчас поем рыбку и касава-бред. Настоящая английская еда. За всю заплатил 5 долларов. Сейчас поем и пойду спать. Вообще, Шиму надо есть руками. Но я что-то это, немножко побрезгал, ел вилкой. 5 долларов заплатил за обед. Съел две рыбки какие-то речных, каких-то пискаря. И пол этого Шима. Люди ходят, ничего не понимают, что происходит. Белый приехал к ним в деревню. Сидит в местном ресторане. Ну, в ресторане все заходят. Типа говорят там бонжур, бон аппетит. Франкоговорящая сторона. Заходишь, поднимаешься на верхние этажи. Железная дверь. Тук-тук. Ничего себе у них тут правильные живота. Все, вот такой вот номер. Мы когда-то сейчас о тебе говорили. Да? Хотели для тебя видео снять. Сейчас покажу еще туалет. Ладно, кстати, душа нет. А, есть душ. Все, супер. Равно до раковины, удобно. Значит, выбираем русского туриста. Французская страна. С консервами, все как-то. Леконьяк. Асфальт. Да ладно. В общем, долгими тяжбами покидаем Конго. И впереди виднеется Уганда. И заветная цель наша. Асфальт. Мечты последних дней. Ровная дорога. Прям такой контраст, смотрите. Бабам. Вот это класс. Такого что-то резко пошло. Резко видишь. Все, теперь-то мы заживем. Все, на границе Уганды. Заполняем анкеты. Сейчас вклеим вот такие вот мне. Вклеят такую визу. В Уганду. Паспорт мой. Пограничник. Добряшка. Разрешил его поснимать. Вон в Конго растут эвкалипты. А здесь растут цветочки. Цветочки и маленькие деревья. Вот автобусная станция. И здесь, насколько я помню, если не ошибаюсь, опять левостороннее движение будет. Так что мы сейчас снова перестараемся. Вот мы наконец-то приехали в Уганду. Как ее называют? Жемчужина Африки. Прекрасные виды. Просто красотища. Везде, где едем, везде чисто. Везде террасы. Везде что-то делают. Вот за нами озеро. Дети набежали. Hello. А я не знаю, зачем. Окей. Ты в школе? Праймарий школе. Праймарий школе. Как летом ты? Сколько лет? Я не знаю. Не знаю. Окей. Вот такие дети. Все босиком ходят. Все вон. Кто в чем? В чем? Мам! Доехали до экватора. Жаль, конечно, что уже вечером, время 6.15, уже темно, но все равно экватор. Юг и север, Уганда. Вот такой вот он экватор. Вот тут собрались зеваки. Поставили машину, дальние врубили, чтобы было хоть посветлее. Не успели вчера приехать и уже уезжаем из Уганды. Уганду не получилось у нас толком посмотреть сильно. Зато посмотрели много Конго. Едем в аэропорт на такси. Поставили машину у Кашигина Романа. Знаменитый тоже русский мужик, который живет в Энтебе. Занимается туризмом. Много у него разных интересных туров. Отель свой. Вот мы в отеле оставили машину у него. Потом приедем и продолжим путешествие по Уганде. И поедем уже на север. На север Африки и до Москвы. Надо будет завершить кружок. Вот дороги. Смотрите, асфальт прокладывают. Вот мы вчера ехали. Вот так много дней не асфальтированных дорог в Энтебе, в Кампаль. Вот что. Сейчас рады асфальту. Субтитры подогнал «Симон»